О главных новостях Украины и мира узнать и в подробностях в студии Екатерина Лусенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Независимая Украина. Как страна праздновала свой день рождения и что омрачила торжества? С Майдана на Банковую. О чем договорились президент Порошенко и глава Пентагона Мэттис после парада? И где усиленный режим? В центре столицы накануне Дня независимости расстреляли иностранца. Что говорят в полиции? Страна сегодня отмечает День независимости. По случаю 26-й годовщины масштабные торжества прошли во всех регионах и, конечно же, в столице. В Киеве состоялся грандиозный парад. По Крещатику прошли военные, причем не только украинские. Компанию им составили армейцы и стран-членов НАТО. Главная улица столицы, несмотря на дождливую погоду, была заполнена желающими поприветствовать наших бойцов и полюбоваться зрелищем. Охрану порядка обеспечивали около 5000 полицейских. В МВД заверяли, меры безопасности введут небывалые. Тем более, что на празднование приехали высокие заокеанские гости. Но предотвратить ЧП силовикам не удалось. Прямо в правительственном квартале едва ли не сразу после парада прогремел взрыв. Несколько человек получили ранения. Был ли это теракт и кто осуществил взрыв, об этом мы расскажем позже. А пока о том, как отмечали в столице День независимости. Рамки металлоискателей, сотни силовиков. В центре Киева с самого утра, несмотря на погоду, увидеть военный парад собрались тысячи людей. Открыть его приехал по устоявшейся традиции главнокомандующий. С этого момента начинается официальная часть празднований. Министр обороны отдает честь украинским военным. Святкого витания министра обороны Украины с курсантами Национальной Академии Державной Прикордонной Службы Украины имени Богдана Хмельницкого. Большое здоровье, дорогие курсанты Академии Прикордонной Службы. Затем президент Петр Порошенко награждает героев АТО одного посмертно. И уверяет, в гибридной войне, несмотря ни на что, победа будет за Украиной. Есть такая приказка. Собаки брешут, ветер веет, а караван, наш украинский караван, идет. А дорога у нас одна. Широкий евроатлантичный автобан, который ведет до членства в Европейском Союзе и членства в НАТО. После выступления главы государства начинается долгожданный марш по главной улице столицы. Великобритания, Эстония, Грузия, Латвия, США. В этом году впервые в украинской истории к праздничному параду присоединились военные стран-членов НАТО. Открывали же парад украинские военные. Их сегодня на главной улице Киева было более четырех тысяч. Десантники, разведчики, связисты, но с гвардейцем, собравшиеся радостно приветствуют всех овациями. Но шквал аплодисментов сорвали именно бойцы АТО. На крещатой бой ветераны анти-правослышленной операции. Цей парад разруху на философии ВВД Рокерского в Усси и в городе Киевске. Очень-очень понравилось. Замечательно. Мы приехали в гости и нам очень понравилось. Откуда вы приехали? Из Америки. Классный, очень хороший. Что наибольший спотянулось? Может быть, когда парадные разрешения шли, другие страны, приятно было, что в этот год, конечно, другие страны приехали. Сподобалось. Хороший уровень организации. Правда, в этом году парад стал особенным. Вместо демонстрации военной техники на Крещатике развернули настоящую экспозицию боевого вооружения. Танки, боевые машины, пехоты и пушки. И пока Киевля не устраивают фотосессии на фоне бронемашин, на Банковой проводят важные переговоры о возможном вооружении наших бойцов мощным американским оружием. Любовь кукла, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. На переговоры и торжества в Киев приехал министр обороны США Джеймс Мэттис. С чем пожаловал глава Пентагона и какие месседжи прозвучали во время его встречи с украинским президентом, расскажет Инна Томина. Глава Пентагона впервые за 10 лет в Украине и сразу на праздник. Джеймс Мэттис сначала посетил парад на Крещатике, а уже потом отправился на важную встречу с президентом. После разговора Порошенко и Мэттис вышли к прессе. Там глава Минобороны США рассказал, что в Киеве ощутил свежее дыхание свободы и независимости. И, по его словам, Вашингтон заинтересован в прочной поддержке Украины, в том числе и военной. Я прибыл сюда для того, чтобы лучше узнать ситуацию, в которой оказались Ваши бойцы на передовой. Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов, включая специальное оборудование, которое укрепит обороноспособность Украины. Если говорить о летальном вооружении, этот вопрос рассматривается. Я вернусь домой и, учитывая то, что увидел и о чем узнал, соответственно, проинформирую руководство. Также глава Пентагона заверил, что США никогда не признают аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. Более того, американцы продолжат давление на Россию, поскольку Москва силой пытается изменить международные границы. Украинский лидер солидарен. Мы, безусловно, рассматривали вопроса против действий агрессии Российской Федерации против Украины. Это ключевая тема и наш общий вызов. Я докладно проинформировал пана министра про безопасную ситуацию в регионе. Москве стоит принимать логику, которую дотримуются все участники нормандского формата. Первое – это проведение безопасного пакета, который состоит из прекращения огня, выведения всех российских подразделений с территории оккупированного Донбасса. Результатами встречи Порошенко и Меттис остались довольны. И оба надеются, боевые действия в Украине прекратятся, ведь уже завтра на Донбассе должен установиться режим полной тишины. Инна Томина, Сергей Ведмедь, подробности, телеканал Интер. Многие подробности этой встречи остались за кадром. В частности, какова личная позиция министра обороны США в вопросе предоставления Украине летальных вооружений и какое мнение в Вашингтоне по поводу такого решения. Спросим об этом у Дмитрия Нопченко. Он разбирался в ситуации в американской столице. Дима, здравствуй, расскажи, что говорят в Вашингтоне официально и кулуарно. Кать, ну действительно, здесь, в Вашингтоне, заявлений очень много по этому поводу. Как официальных, так и неофициальных. Последних больше. Я поясню, почему. Начну с того, что говорят на камеру. Накануне пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт вышла к журналистам и, разумеется, ее стали спрашивать. Мол, тот факт, что генерал Меттис будет находиться в Киеве с официальным визитом, означает ли он, что решение о предоставлении Украине летальных вооружений уже, по сути, принято? И вот ответ пресс-секретаря был достаточно однозначным. Вот послушайте. Что касается оружейной программы, то никакого решения пока не принято. Мы не будем обсуждать, насколько это возможно или невозможно. Просто по этому вопросу еще нет однозначного ответа. Но, как Вы наверняка знаете, Курт Волкер, наш спецпредставитель, занимающийся вопросами России и Украины, находится сейчас как раз там, в Украине. Таким образом, в процесс согласования украинского оружейного плана вовлечен и Курт Волкер. Что касается самого гостекретаря Орекса Тилишсона, то неофициально в Госдепе говорят, что после долгих консультаций, после долгих размышлений он высказался за, он поддержал этот оружейный план для Украины. Это же касается и нынешнего, сегодняшнего гостя, генерала Меттиса. Здесь есть очень важный момент, я просто хочу пояснить его. По американским правилам, по табеле о рангах, вот до момента, пока не высказался лично главнокомандующий, не высказался президент, ни один американский чиновник, даже очень высокого уровня, в том числе ни Тилишсон, ни Меттис, не имеют права публично озвучивать свою позицию. Именно поэтому сегодня, во время подхода к журналистам, когда Меттиса и спросили, вот что он думает по украинскому вопросу, он решил не отвечать прямо. Он сказал, я хотел бы сохранить конфиденциальность моих переговоров с Петром Порошенко. Я говорил с людьми из близкого окружения, главы Пентагона, он общался с ними до вылета из Вашингтона. И его позиция, по крайней мере, так как мне ее передали, такова. Он однозначно, очень четко поддерживает выделение летальных вооружений Украине и считает, что возможно они и не изменят ситуацию на фронте, однако являются очень важным сдерживающим фактором. Смогут предотвратить, возможно, будущее нападение. В любом случае, план согласованный и Госдепом, и Пентагоном сейчас находится в Белом доме. И единственный человек, который может принять решение, это только президент, это только Дональд Трамп. Он пока раздумывает, но времени на размышления у него тоже не так и много, существует дедлайн. Дело в том, что 30 сентября заканчивается действие американского военного бюджета, где предусмотрены деньги на военную помощь Украине. И если до этого срока деньги не потратить, то они просто пропадут. Именно поэтому свое решение, как многие здесь прогнозируют, на что многие здесь надеются, президент должен принять буквально в течение ближайшей недели, может быть, двух. Ориентировочно до 1 сентября. И вот эксперты, чиновники, с которыми я говорил, здесь в Вашингтоне, они очень надеются, они рассчитывают, что это решение Трампа будет позитивным. Катя. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко был с нами на связи из Вашингтона. Фактически в то время, когда шеф Пентагона и украинский президент общались с прессой, неизвестные совершили взрыв на Грушевского в правительственном квартале. Это в шаговой доступности к месту переговоров. Куда смотрели силовики, которые по их заверениям несли службу в усиленном режиме, и как допустили такое ЧП? В результате взрыва пострадали три человека. Мужчина и женщина с тяжелыми травмами в больнице. В течение дня сообщения о полиции то и дело менялись. Сначала говорили, сработал взрыв пакет, потом граната. Новые версии сыпались едва ли не каждый час. Сразу заявили, это простое хулиганство, и только ближе к вечеру в СНБО заподозрили, есть признаки теракта. А в полиции дело открыли вообще по другой статье. Какой? Подробнее об этом Павлина Василенко. Сигнал о взрыве поступил в дежурную часть киевской полиции около двух часов дня. Сообщалось, что на улице Грушевского, недалеко от здания кабмина, детонировал неизвестный предмет и есть пострадавшие. Первая информация, раненых двое, мужчина и женщина. Вот видео свидетелей произошедшего. Женщина на тротуаре, недалеко от места взрыва. Ей перевязывают голову. У мужчины рядом тоже травма головы. По словам очевидцев, люди праздновали День независимости. Недалеко от места взрыва проходил митинг. Играла музыка. По улице Грушевского ездили машины, и, вероятно, из-за одной из них и бросили взрывчатку. Мы все повернули голову, мы побачили, что расходится дым трошки. И там лежит женщина, она была поранена в голову осколками. И этот человек также был поранен в голову. Цей пристрел вибуховый, скорее всего, был выкинутый из машины, которая приезжала. Потому что люди шли вверху, извините, люди шли вверху. И когда это произошло, они все смотрели вниз. Если бы они видели, что кто-то из них кинул, они взвернули внимание и ловили в эту людину, кричали, держали его и так далее. Как позже стало известно, ранения получили три человека, две женщины и мужчина. Пострадавших доставили в больницу. Состояние у всех троих стабильное. Сегодня доставлено трех потерпевших. Всю необходимую помощь они отримали на данный этап. Какие поранения, я вам про это сказать не могу. Почему? Ну, потому что родители не хотят про это говорить. И сами постраждали также не хотят, чтобы вы про это знали. Человек и женщина находятся у нас в лекарнике. А сказали трое. А еще одна женщина отпущена домой. На амбулаторное ликование, так. Улицу Грушевского отцепили. На месте происшествия работают следователи СБУ и полиции. С собаками и специальными магнитами изучают каждый метр в районе взрыва. На место происшествия приехали секретарь СНБО и глава нацполиции. Но комментировать что-либо правоохранители отказываются. Со слов очевидцев, целью атаки была машина азербайджанского посольства. Так ли это, мы не смогли прояснить у силовиков. Депутат Гончаренко, который оказался на месте происшествия, утверждает, у него нет сведений, что покушались на дипломатическое авто. Зато рассказал, что сработала граната, а не взрыв в пакет, как изначально сообщали в нацполиции. Напомню, только вчера в СБУ предупреждали о возможных провокациях в День независимости. В работе у нас есть много материалов. Дойдется про то, что есть, скажем так, нехорошие люди или группы, которые готовятся зипсовать свято. В разный способ можно зипсовать свято. Изначально сегодняшний инцидент силовики назвали хулиганством. Затем в СНБО предположили, что это теракт. А буквально час назад в нацполиции сообщили, дело открыто по статье «умышленное убийство». Неведомые злочинцы, неведомые правопорушники использовали вибуховый пристрый. Кинувши его из парка Марьинского, на счастье, этот вибуховый пристрый не влучил порядка на тротуар, а вибухнул неподалеку, в несколько метров. Полиция, место Киева, внесла проведение по статье 115, в части 1 через 15, замах на убийство. Напомню, ответственность за охрану порядка в дни празднования Дня Независимости была возложена нацполицию и нацгвардию. Павлина Василенко, Лина Зеленская, Сергей Коваль. Подробности – телеканал «Интер». И буквально полчаса назад появилась информация, что люди, пострадавшие от взрыва, в окружении тысяч полицейских, оказались близкими героям Украины. Как сообщает один из телеканалов, это супруга, теща и друг семьи Валерия Чебенеева. Командир роты снайперов 79-й десантной бригады получил звезду героя на параде ко Дню Независимости в прошлом году. И еще одно ЧП произошло в центре Киева накануне вечером. На улице Шатар-Уставелли, возле синагоги Бродского, застрелили мужчину. Все случилось примерно в 23.00. Медики приехали быстро, но спасти человека не смогли. Прибывшие оперативники нашли на асфальте мужчину с огнестрельными ранениями. Первая информация о происшествии на сайте столичной нацполиции появилась только утром. Сообщили, что погибший 29-летний иностранец, преступники скрылись на автомобиле Volkswagen с польскими номерами. Объявлен план перехват. Никаких подробностей о погибшем, никаких версий преступления. Чуть позже СМИ со ссылкой на свои источники раскрыли некоторые детали. Погибшего якобы звали Шахрух Турсунов. Он выходец из Узбекистана, а ныне гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме. Предположительно, злоумышленники дожидались свою жертву, и когда мужчина вышел из дома, его расстреляли в упор из пистолета. Ближе к полудню пресс-служба столичная полиция сообщила, что подозреваемого задержали. Был установлен автомобиль, которому было получено человеку. Также при взгляде автомобиля были найдены пятна крови, были найдены пошкоджения от куль, были найдены гильзы. Становляются еще мотивы убийства и другие люди, которые могли бы иметь отношение к этому событию. Розпочаток криминального проведения человеку загрожили до 15-ти роков под баллой неволи. Правда, в полиции так и не прояснили, откуда в машине взялись гильзы и пятна крови, если преступление произошло на улице. К слову, это не первое убийство иностранца в центре столицы. О ходе следствия предыдущих в полиции молчат. Как и о расследовании наиболее резонансных дел. Достаточно вспомнить гибель Павла Шеремета, трагедию в княжичах и расстрел Дениса Вороненкова. Виновные не названы и никто не наказан. Замечу, что вчерашние преступления, как и сегодняшние взрыв на Грушевского, отличаются особой дерзостью. Преступников не испугало, что на улицы города вывели до 5000 полицейских. Видимо, они очень сомневаются в их боеготовности. Ответственность за безопасность в дни торжеств, напомню, была возложена на нацполицию и нацгвардию, которые подчиняются МВД. Трое украинских бойцов ранено сегодня на Донбассе. Все в результате противостояния в Авдеевской промзоне. Боевики несколько часов обстреливали позиции армейцев в районе шахты Бутовка. Украинским военным пришлось накрыть противника плотным огнем в ответ, сообщает в штабе АТО. Всего с начала суток боевики нарушали перемирие 11 раз. О том, как встречали День независимости, на передовой расскажет наш военкор Ирина Баглай. Чем ближе к ночи, тем опаснее под Ясиноватской трассой выглядывать из окопов. Для безопасности наблюдателя, помимо спецоборудования, бойцы соорудили вот такую трубу. Где еще? Она же не приближает. Не, ну просто своим зрением плачет. В канун Дня независимости стороны в очередной раз договорились о режиме тишины. Это сообщение в ночь на 24-е дошло и на передовую. Но в нескольких сотнях метров от врага бойцы таким новостям верят с трудом. Через день видят и слышат запрещенные минскими договоренностями российские танки, нацеленные на их позиции. Вчера, например, слышали гул танка. То есть спокойно завися, спокойно проехал, но сделал маневр и остановился. То есть, возможно, хотел выезжать на свою огневую точку, но что все остановило. Если танки и тяжелая артиллерия в последние сутки молчат, то без стрелковой пальбы не обходится. Тишина, которая сегодня целый день стояла на этом участке фронта, закончилась. Как только солнце село за горизонт, вот слышно, как боевики уже открыли огонь из крупнокалиберного оружия. Такую беспорядочную и бессмысленную стрельбу Руслан объясняет страхом противника. Боятся, что военные будут атаковать. От такой пули не спасет и бронежилет, объясняет боец с позывным Егорка. Но ни на секунду не прекращает шутить. Это зараза разрывается на три части. Живешь, стальной наконечник в середине. Пуля выходит, вот ликошет. Попадают в дерево, лупят так, что в ветке падают. Броник спасает? Да, как мертвому Кадыла. Нет, это удача. Ближе к полуночи огонь усиливается, наемники пускают в ход гранатометы. Осечка. Осечка чего? Прилета. Ну, то, что спешка хороша была. Да, да. Этой ночью под истиноватые тяжелые орудия все-таки молчали. И утро дня рождения Украины бойцы встретили в тишине. А в Авдеевке, перед которой они стоят щитом, под сине-желтым флагом пели гимн. Для детей настоящим праздником стала возможность лично осмотреть боевую технику. Слава ночи! Смех вороам! А Украина! Понаду все! Слава Украине! Героям слава! Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Моют и в праздник в Ревненской области зафиксировали новую попытку добычи янтеря. В так называемом районе подстанция в Клесове старатели вышли на работу с несколькими десятками мотопомп. На место выехала опергруппа, но их заблокировали местные жители. И оперативники вызвали подмогу. Вот как о ситуации рассказывает руководитель оперштаба. ЧП в Днепре из окна Бабушкинского райсуда на третьем этаже выпрыгнули два человека. Это муж с женой. Сегодня им избирали меру пресечения. Обоих подозревают в мошенничестве. После того, как женщине зачитали решение об аресте, супруги попросили свуборную и выскочили там из окна. Сейчас они в больнице, их состояние тяжелое. В управлении СБУ Днепра прокомментировать инцидент обещали позже. В Черкассах адвокаты, которые отнимали жилье у должников, перешли от юридических махинаций к банальному шантажу. Подробности уже дважды рассказывали о деятельности этих юристов. И вот накануне одна из героинь наших сюжетов письменно отказалась от своих комментариев, прозвучавших в материале. Почему? Станислав Кугорчук расскажет. Третий этаж. Этот уютный дворик в центре Черкасса уже месяц снится Татьяне в кошмарных снах. В июне ее онкобольная мама решила купить здесь квартиру на деньги, вырученные от продажи единственного жилья. Оформляя сделку и продавец, и нотариус уверяли женщину с недвижимостью никаких проблем. После подписания договора оказалось, на квартиру наложен запрет регистрации права собственности. Когда мы обратились к людям с вопросом о том, что давайте как-то либо переоформим сделку, либо вы нам верните деньги за квартиру, нам отказали в этом. И мы вынуждены были идти в органы, жаловаться. Квартиру как представители владельца продавали два известных в городе юриста. Адвокаты Борис Щербатюк и Сергей Гартингер. Не так давно один из них собственноручно выселил из нее пожилую семейную пару, которая до сих пор судится за жилье. После сюжета в подробностях в начале августа и заявления Татьяны в полицию. Адвокаты все же решили вернуть деньги, правда с условием. Вот фрагмент аудиозаписи тех переговоров. Татьяна рассказывает, ее маму заставляли письменно признать, что все сказанное в сюжете и подробностям клевета и сообщалось под давлением третьих лиц. После пятичасового прессинга адвокатов женщина подписала, правда более мягкий вариант, но сама клеветала юристов. Две тысячи нам не отдали. 900 долларов обещали вернуть в случае, если мы заберем все документы своей скарги до полиции. Адвокат Гартингер уже дважды становился героем сюжетов подробностей. Юристу 82-летнюю бабушку из квартиры выселяет ту маму с маленьким ребенком. С помощью молодчиков выживает из дома. Активист Александр Галкин за его деятельностью следит больше года. Говорит, иного от адвоката семье Татьяны не стоило и ждать. Они были поставлены перед фактом. Если не хотят получить деньги, должны подписать заявление. Не подпишут заявление, не получат денег. Человек ставится перед фактом. Это офис нотариуса, у которой проходили переговоры, которая оформляла тот злополучный договор купли-продажи квартиры. Хотим узнать, умышленно или случайно она не заметила, что квартира проблемная. Визита журналистов женщина явно не ждала. И по телефону пыталась выяснить в облуправлении юстиции, с чем он связан. Алло, Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, моя эпопея продолжается. Сейчас до меня уже пришел телеканал Интер. Вы в управлении юстиции уже все вырешили? Заяву никто на вас не забрал в управлении юстиции? Не надо забирать. Комментировать что-либо нотариус отказалась. Общаться в присутствии камеры не захотел и еще один фигурант скандального дела, партнер Гартингера Борис Чербатюк. Именно он подписывал договор купли-продажи и получал деньги. Мол, говорить тут не о чем. Договор был разорван, и стороны подали один одному заяву про отсутствие претензий. Но похоже, что выводы будут делать уже в полиции. Татьяна и ее мама подали заявление, в котором указали. Подписывали документы об отсутствии претензий под давлением и адвокатов, и нотариуса. По данному факту правоохранители намерены открыть уголовное производство. Оно будет уже четвертым, где фигурирует имя Сергея Гартингера. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Водометами и дубинками разогнали мигрантов с площади независимости в Риме. Двоих арестовали. Беженцы с субботы жили на площади, отказываясь переезжать в здание, предложенное им городскими властями. На прошлой неделе 800 легальных мигрантов из Эфиопии и Эритреи выселили из заброшенного офисного здания, которое они незаконно занимали пять лет. Большинство переехали, но 100 человек поселились на площади. В Нидерландах предотвратили теракт во время рок-концерта. Незадолго до его начала полицейские обнаружили возле здания микроавтобус с газовыми баллонами. Зрители стали разворачивать прямо на входе. С подробностями наш европейский корреспондент Елена Абрамович. Музыканты американской рок-группы Аллах Лас неоднократно рассказывали. Регулярно получают угрозы от мусульман, которых оскорбляет слово Аллах в названии группы. Дело привычное, поэтому отменять концерт не соглашались до последнего. Пока полиция попросту не заставила зрителей покинуть территорию концертного холла. Причины на это были серьезные. Об угрозе теракта голландских правоохранителей предупредили коллеги из Испании, где неделю назад от рук террористов погибли 15 человек. Нам позвонили вечером, полицейские оцепили периметр вокруг концерт-холла. Так был обнаружен микроавтобус с газовыми баллонами. Номера машины испанские. Мы обсуждали вариант проведения концерта с усиленной охраной, но решили все-таки отменить мероприятие. Водителя микроавтобуса арестовали. По наводке испанской полиции ночью недалеко от Роттердама задержали еще одного гражданина Испании. 22-летним мужчиной полиция заинтересовалась в рамках расследования последних терактов. На прошлой неделе в двух каталонских городах, Барселоне и Камбрильс, молодые люди марокканского происхождения за рулем микроавтобусов давили пешеходов. Исполнителей терактов испанская полиция ликвидировала. Елена Абрамович, Вадим Сферидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. 27 иностранцев наградил сегодня Петр Порошенко. Государственными наградами за укрепление международного авторитета Украины президент удостоил ряд мировых политиков. Соответствующий указ появился на сайте главы государства. К примеру, орденом свободы награждены бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Германии Йохим Гаук и экс-президент Франции Франсуа Аланд. Кроме того, по случаю Дня независимости Петр Порошенко отметил и выдающихся украинцев, спортсменов, ученых, госслужащих и артистов. Так, среди награжденных боксер Владимир Кличко, артисты Богдан Бенюк и Остап Ступко. Поздравления с Днем независимости поступают со всего мира. Премьер Канады Джастин Тридо пообещал Украине всестороннюю поддержку и закончил поздравление словами «Слава Украине!». Счастье украинскому народу пожелала королева Великобритании Елизавета II. А президент Литвы Даля Грибаускайте смелости и единства. По ее словам, невзирая на вызовы, Украина может гордиться достижениями в укреплении отношений с Евросоюзом. «Мы объединены свободой», написала она на своей странице в Твиттере. Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев еще накануне, заверил, что Америка и в дальнейшем будет помогать Украине с восстановлением суверенитета. Оригинально подошли к поздравлению американские дипломаты и сотрудники посольства во главе с послом Марией Иванович. Парады шествия, марафоны, забеги и авиашоу. Мероприятия в честь 26-го годовщины Дня независимости Украины прошли во всех городах. Где и как отмечали, знают наши корреспонденты. Акватория Одесского залива. Около полудня. Отсюда уже традиционно стартуют регата в честь Дня независимости Украины. За победу борются более 20 яхт, больших и малых. Изюминка – современная копия казацкой чайки под названием «Спас». Ее по старинным чертежам воссоздала группа энтузиастов. У нас все деды, поклонники, всегда боролись за независимость Украины. Кузаки была найскровейшая сторинка этой истории. И мы не можем ее забывать. У чайки на регате особая миссия. С ее борта выстрелит настоящая казацкая пушка, ознаменовав начало состязаний. Яхты начинают гонки. Они продлятся четыре дня. Зрелищно отмечали и под Днепром. В селе Майское на аэродроме устроили авиашоу. Первыми в небо поднялись парашютисты. В прыжке каждый из них развернул синий-желтый флаг. «Мы сегодня открываем это свято с нашими флагами Украины. Смотрите, сколько их сейчас будет. И там будут два очень больших. Встречайте их». 16 самолетов кружили в небе три часа. «Потрясающе. Эмоции, адреналин, восторги». В Запорожье отметили День независимости парадом. Торжественным маршем по площади героев прошли военнослужащие Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, сотрудники полиции и спасатели. Многие горожане пришли с портретами родных погибших за независимость Украины. Символический пазл в честь праздника сложили во Львове школьники. Изобразили всех защитников Украины со времен казачества и до участников АТО. Также устроили рыцарские бои времен короля Даниила Галицкого и показали боевой гопак. А в Черкасах на Центральной улице устроили парад детского транспорта. Участники состязались в креативе. Коляски и велосипеды тюнинговали на любой вкус. От огромных фруктов на колесах до полицейской машины. Андрей Анастасов, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа, Галина Якушко, Станислав Кухарчук. Подробности телеканал Интер. А на столичной Руслановской набережной в честь праздника устроили забег в вышиванках. Его проводят в День независимости ежегодно. В этот раз собралось больше двух тысяч желающих пробежаться красиво. Лена Зеленская все видела. Максиму лишь пять. Но он уже знает, какой сегодня праздник. День независимости. Пятьсот детей и еще больше взрослых взяли низкий старт. Вышиванка, кроссовки и хорошее настроение. Все, что нужно для участия в забеге. Будут бежать по Руслановской набережной, Днепровской набережной и разворот практически возле моста Сокорков. Станция у нас и для взрослых 5-10 километров. Можно будет пробежать и посмотреть весь наш Киев красивый, какой он есть. Патриотический марафон также прошел в Одессе и за пределами нашей страны. За бегом в вышиванках отпраздновали День независимости Украины в Дубаях, Лиссабоне, Уоттерфорде и Нью-Йорке. Вместе бежали участники Олимпийских игр и люди далекие от спорта. Для меня это не просто забег, это реально патриотический такой забег, который в этот день объединяется украинцами во всем мире. Побольше таких забегов делать, чтобы наша нация стала более здоровой. За несколько минут до старта участники готовятся. На праздничном забеге в вышиванках нет проигравших. Здесь царит атмосфера единства. Всех участников объединяет гордость за свою страну. На финише участников ждут медали. Сегодня каждый чемпион, каждый, кто любит и ценит свою страну. Лина Зеленская, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Такими были новости этого дня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова